В шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации прошел второй день юбилейных мероприятий, приуроченных к дню рождения Казанского федерального университета, 45-летию университетского телевидения и 10-летию телеканала Универтовая. Выступление второго дня открыл мастер-класс «Новостной репортаж», спикером которого стал Сергей Шерстнев, шеф-редактор службы новостей телекомпании «Эфир». Он рассказал ребятам об особенностях новостных репортажей и поделился своими советами. Источники информации тоже огромная проблема для новичков. Вот они приходят, и где брать темы для сюжетов, где брать какие-то информационные поводы. Но тут, собственно, перечислено где. Когда я начинал, у нас этот список был, наверное, короче процентов на 70. Был один стационарный телефон на всех, справочник желтой страницы Казани. Далее стартовал мастер-класс Руслана Хоменко, руководители школы ораторского мастерства и речевой самообороны, речевая самооборона и управление конфликтными коммуникациями, где гости узнали о секретных способах грамотно выйти из конфликта. Вот есть у меня ощущение, что ваша мама – один из главных ваших манипуляторов в жизни. Да, я не буду вас поднимать руки, к сожалению, это так. Причем мамы это делают и не специально, и не осознанно, а только из благих побуждений. Да, кому интересно, можно кулуарно об этом поговорить. Поэтому маму надо любить, ценить, уважать, дарить подарки, сделать все, чтобы мама жила долго и счастливо. После небольшого перерыва для гостей мероприятию снова выступил Руслан Хоменко, но уже с мастер-классом, посвященным ораторскому мастерству и работе в кадре, где обсудили навыки работы за и перед камерой. Ораторы, ну если публика что-то там делает, чаще всего это причина в ораторе, ты не уделяешь им внимания. Поэтому бросьте все суррогатные советы, типа смотрим сквозь людей, смотрим в третий глаз, выбираем себе позитивного слушателя и только смотрим на всех. Влияешь на тех, на кого смотришь. Оратор должен на всех. В финальной части мероприятия состоялась творческая встреча с Татьяной Михайловой, президентом фонда биографических интервью «Аярис». Она поделилась своим опытом с гостями и рассказала о своем пути. Я закончила вуз где-то порядка 30 лет назад, вот сейчас я с вами делюсь опытом. У кого есть, у кого есть желание лет через 10-15 занять мое место и тоже делиться опытом? Амбициозные люди есть? Супер. Трое, пятеро? Нормально. Женщины? О, один мужчина. Достойно. То есть, вот смотрите, это совершенно все реально, и поэтому в моем докладе есть глазами руководителя. Полные версии мастер-классов и лекций вы сможете посмотреть уже в ближайшее время на сайте телеканала и его группе ВКонтакте. Адалина Абдрахманова, Универ Ньюс. Абдрахманова, Универ Ньюс.